Если ты купишь Shadow of Mordor в 2021 году, мы будем говорить о повествовании и игровом процессе без спойлеров. В этом видео нет спойлеров. Весь игровой процесс начинается с первых двух часов. Добро пожаловать на мой обзор Тень Мордора. Я уже пересмотрел Shadow of War в этом году, и возвращение к Shadow of Mordor действительно указывает на то, насколько улучшилось повествование в Shadow of War по сравнению с Shadow of Mordor. Но это не значит, что повествование плохое. Оно просто очень общее. Тень Мордора идет по пути вместе с персонажем-итальянцем, которого играет Рой Бейкер, и Калибромером, которого играет Алистер Дункан, и оба дают достойное представление, но ничего особенно запоминающегося. И это действительно оставляет у тебя ощущение желания большего, особенно от персонажа-итальянца, поскольку история действительно играет в душевном состоянии итальянца. Но это никогда по-настоящему не ощущается из-за написания и темпа рассказа. Писательство — это предыстория, плохой парень пересекается с хорошим парнем, хороший парень злится и хочет отомстить. И во время путешествия хорошего парня ты встречаешь людей, которые помогают хорошему парню. Это действительно в какой-то степени объясняет здешнюю историю. И что же, это неплохо. Ты же на самом деле не хочешь играть в Тень Мордора из-за ее повествования, или, по крайней мере, из-за ее основного повествования. Что ты имеешь в виду под обзорами классических игр от настоящего Джека по имени Джек, но на самом деле это не имеет значения. В принципе, самое лучшее в Shadow Mordor — это система Nemesis, которая была сильно улучшена в Shadow of War, но здесь она все еще потрясающая. Ты мог бы в принципе создавать свои собственные мини-истории со случайными врагами, с которыми сталкиваешься, самостоятельно создавая полноценные истории о месте или даже дуги искупления. И это невероятно весело. Я расскажу больше об игровом аспекте через несколько минут, но истории, которые эта система может предоставить вашему воображению, легко являются лучшими фрагментами повествования игры, которая просто абсолютно безумна и чертовски уникальна. Это то, что мне редко удается сказать в этих обзорах. В главном повествовании больше глубоких персонажей, по крайней мере, той небольшой глубины, которую они на самом деле получают. Но настоящий оскароносный рассказ здесь — это система Nemesis, и чем больше времени я проводил, играя с ней, тем больше она мне нравилась, и что удивительно, она просто никогда не повторялась. Даже после стольких лет игры в Войну Теней, система в Shadow of Mordor все еще чертовски сильна и делает эти игры такими уникальными по сравнению с конкурентами. Ход основного повествования, мягко говоря, сбивает с толку, по крайней мере в традиционном смысле, потому что сама история очень... Это очень коротко, намного короче, чем «Тень войны». И все же я думаю, что в целом это приносит большую пользу игре, потому что чем меньше времени вы тратите на прохождение основного повествования, тем больше удовольствия вы получите. Так что повествование, несомненно, является самым слабым аспектом обеих игр. Так что, если ты ожидаешь другого повествования на том же уровне, что и «Закон колец», то это не то. Это похоже на фильмы о человеке-муравье, оно существует, но на самом деле оно не нужно. Но в то же время это часть общего закона, так что он должен существовать. Теперь система Немезиды — лучшая часть повествования в «Выстреле границы», и ты можешь придумать все это в своей собственной голове. И ты знаешь, мне действительно понравился этот аспект. Значит, традиционное повествование не очень хорошо, но система Немезиды хороша. Так что, если это звучит как игра вашего типа, сочетающая реальный геймплей с повествованием без диссонанса повествования Люда, тогда вы действительно можете получить массу удовольствия от сюжетных элементов Shadow of Mordor и Shadow of Wars. А вы, ребята, что думаете? Ты бы выбрал Shadow of Mordor для своего повествования, или ты уже играл в Shadow of Mordor? Дай мне знать в комментариях ниже. Кроме того, ты можешь ознакомиться с моим обзором Shadow of War, чтобы узнать об улучшениях, сделанных с точки зрения качества повествования. Также оставь лайк, если тебе нравится или ты находишь этот отзыв полезным. Это очень помогает угодить повелителям YouTube Саурона. Игровые системы Shadow of Mordor довольно близки к совершенству, если не считать искусственного интеллекта. Бой плавный и увлекательный. Системы обновления продуманы довольно хорошо, но не подавляющие, а скрытность, хотя и слишком проста, действительно увлекательна. Тут и там есть несколько ошибок, но обычно это работает очень хорошо. Системы обновления так увлекательны, поскольку они либо связаны с задачами, которые вы должны выполнить для своего меча, лука или кинжала, фокусируясь на боевых действиях, скрытности и дальних убийствах, в них чрезвычайно весело играть, и они фактически вознаграждают вас вещами, которые вы действительно можете использовать, что еще больше улучшает игровые системы, что, к сожалению, довольно редко встречается в современных играх. Навыки связаны с системой Немезида и чем-то, что называется силой, и это используется для повышения уровня вашего персонажа в течение игры. Что делает систему Немесис не только веселой, но и продуктивной, и действительно объединяет эту систему воедино. Как будто это так, как будто это просто замечательно. Мне нравится эта система. Конечно, это очевидно. Тень Мордора сильно вдохновлена играми Бэтмен, Аком, которые, похоже, являются тенденцией на этом канале на данный момент. Но это правда. Боевая система просто великолепна, и навыки, которые вы открываете, улучшаются еще больше, такие как критические удары, удары кинжалом и другие казни, способность садиться на животных, бродить по миру, как грузы, и многое другое. Так что система, хотя и временами ограничивающая, обладает действительно хорошей глубиной, и ее невероятно интересно повышать, так как вы всегда чувствуете, что продвигаетесь к чему-то стоящему. Разнообразие врагов тоже довольно хорошее, и оно очень похоже на Аркхем. Еще раз, единственное большое отличие на этот раз, это система Немесис, предлагающая в основном мини-боссов, которые бродят по миру Мордора с разными способностями и слабостями, и вы никогда не знаете, с чем столкнетесь. И поверь мне, некоторые из этих парней действительно опи, но и ты тоже, так что это хороший баланс. Вся моя команда идет. Буйный. Здорово. У всех у них есть свои личные черты, и за ними действительно интересно наблюдать, чтобы увидеть, как они будут реагировать на разные вещи, которые ты делаешь. Давай теперь заглядывать тебе через плечо. Он будет держать тебя, как тень. Эй, он сказал тень, потому что тень Мордора. Это забавно, правда. С точки зрения игрового процесса все становится лучше. Потому что многие из этих боссов действительно возвращаются к жизни и приспосабливаются к тактике, которую вы использовали против них. Так что, если ты будешь часто их оглушать, теперь они будут неуязвимы для оглушения. И это действительно оживляет игровой процесс, постоянно заставляя вас думать о новой тактике, чтобы вывести этих парней из строя. Потому что в конце концов будет казаться, что они невосприимчивы ко всему, что ты в них бросаешь. Пока ты не найдешь ту единственную тактику, тот единственный ход, который наконец покончит с ними навсегда. И это так чертовски круто. Основные миссии, однако, действительно очень плохие. Как будто действительно скучно и легко. И я часто чувствовал, что мне было бы намного веселее играть через систему Nemesis, чем через созданную историю. Лучший способ, которым я могу описать их без спойлеров, это подумать о всех миссиях, которые вы ненавидите в Assassin's Creed, например, о миссиях слежки, и умножить их на случайные боевые столкновения. Когда мы сталкиваемся с его отступлением, как с прямым отступлением. И помните, что все равно правое отступление никогда не побеждает. В последний раз он сразу возвращается в категорию. Все остальные смеются, как карамель, летающая вокруг, как клубок пряжи. Это действительно то, что я чувствую большую часть времени. И поэтому не только основное повествование очень похоже на Ласта, но и основные миссии тоже, и это просто показывает, насколько Shadow War улучшилась по сравнению с оригиналом. Скрытность — это круто, и ты получаешь массу способностей, таких как Shadow Strike, чтобы по-настоящему оживить ее. Но на самом деле это не сложно, потому что искусственный интеллект невероятно тупой. Снова очень похоже на игры Assassin's Creed, и ты мог бы честно играть в эти стелс-секции с завязанными глазами. Так что я был рад это узнать. Многие враги в системе Nemesis неуязвимы для скрытности, так что совершенно очевидно, что разработчики знали, насколько проста скрытность на самом деле. Так что, если тебе нужна глубокая система скрытности, это действительно не то. Есть также капли добычи от врагов, которых ты уничтожил в системе Nemesis, добавляя дополнительную глубину в систему обновления, добавляя так много различных комбинаций от иммунитета до отравления. Уметь поджигать врагов. Куча комбо, а это определенный уровень. Так много различий, когда дело доходит до твоих способностей. Не уверен, что в сиквеле Shadow of War есть чертовски много чего еще, но то, что вы получаете за цену, которую в настоящее время распродает Shadow of Mordor, выходит за рамки разумного. У Shadow of Mordor, возможно, не очень хорошее повествование, но то, что вы получаете с точки зрения игрового процесса, и давайте будем честными, это, вероятно, играть в игры, а не смотреть фильмы. Это действительно фантастика и предлагает действительно отличный уникальный опыт, который вы действительно не можете получить ни от одной другой франшизы. Так ты будешь покупать Shadow of Mordor или уже купил ее? Дай мне знать ниже. А также о твоих симпатиях и антипатиях к франшизе. Я думаю, тебе обязательно следует купить долю модели в 2021 году. Это абсолютно стоит твоих денег в 2021 году. Спасибо, что посмотрел.